Девушки отдыхают Привет, народ. Меня зовут Оуэн Гуд, я редактор развлекательных выпусков «Катаку». Всем известно, что последние скандалы разгорелись вокруг возможности вождения в нетрезвом виде в GTA 4. Мне вдруг стало интересно, насколько хорошо у меня получается управлять машиной под шофе после месяца игры в GTA 4. Чтобы разобраться, я создал свою собственную гоночную трассу. Вы ее видите вот здесь, на карте. Четыре левых поворота, прямо как в гонках на Скар. Как же мы поступим? Сперва мы напоим Нико и посадим его за руль. А затем я приму на грудь и сяду поиграть. И посмотрим, что хуже. Когда вы играете за пьяного водителя или когда вы пьяны и играете в водителя в GTA 4. Тест номер один. Игрок трезв. Поехали. Братон, я перебрал. Как всегда. Тебе дай понюхать пробку от пива, и ты уже бухвой. Нет, я знаю свою норму. Так скажешь. Гребаные алкоголики. Стоп, машина. Мне не стоило пить подряд четыре рюмки. Привет, Адам. Мне и так хорошо, но я выпью еще две рюмочки. Хорошо? Тост за нефиговый комментарий. Достанет печень моя с землей, травой и птицами небесными. Тест номер два. Игрок выпил четыре рюмки виски. Это моя первая попытка в пьяном виде. Нико трезв. Он пьян. Попытка номер один. Смотри, куда прешь. Черт. Куда лезете, ублюдки? Да из-за вас моя жизнь такая хреновая, что я напился. Козлы. Пять минут спустя. Это рюмка номер... ...сесть. Не советую вам повторять это. Последний тест. Игрок выпил восемь рюмок виски. Восемь принял. Игрок выпил. Игрок выпил. Игрок выпил. Чёрт! Остановись. А ну пошла... Машинка какая-то странная, да? Всё, а больше сдерживаться не могу. Блин. Монтаж Адама Баренблата. Сценарий Оуэна Гуда в ролях Оуэн Гуд. Особая благодарность Брайану Кресента и старому доброму виски. Брайан Баренблата. Отлично.